Представьте себе, что загадано число от 1 до 1000 и нужно его отгадать. Сколько вопросов? 10. Как это будем делать? Пополам, пополам, пополам. Замечательно. То есть первый вопрос, лежит ли число на отрести от 1 до 500. Вы можете задавать вопросы в зависимости от того, какие получили ответы. Так? Отлично. Теперь представьте себе, что вопросы должны быть формулированы заранее. Это на самом деле очень важно вот в каком случае. Если не вы пытаетесь получить информацию, а если вам передают, вот представьте себе, что по сети связи вам должны сообщить число, тогда, естественно, про него должны что-то сообщать. Можно, конечно, витиевато говорить, это не число 8, это не число 15, у этого числа, там, у загаданного, я не знаю, там, вторая цифра не равна 7, вот, но так будешь долго описывать. А какой есть стандартный, очевидный, простой способ? Да? Двоичная запись. Конечно, двоичная запись. То есть вы просто берете любое число, ну, например, число 29, да? Соображаете, что это 16 плюс 8 плюс 4 и плюс 1, согласны? 1, 4, 8 и 16 в сумме дают 29. И вообще любое число от 1 до 1000, кстати, на самом деле даже нет 1 до 1000, а от 1 до числа 1023. Что такое 1023 в двоичной записи? Это просто-напросто подряд написанное 10 единиц, да? Да. Вот. Соответственно, если вы загадываете число от 1 до 1023, ну, если честно, даже нет 1 до 1000, то вы можете его записать в виде двоичной записи. При этом вам придется записывать единичку таким образом. Сначала пишите 9 нулей, а потом пишите единицу. Двойку пишите так. Сначала 8 нулей, потом 1, потом 0. Троечка – это 8 нулей, 1, 1. Ну и так далее. Все понятно? Лично. Ну, если у вас идеальный канал связи, или если вы спрашиваете человека, который вам, что называется, никогда не врет, спрашиваете тот, в каком смысле, скажем, как можно двоичную запись узнавать, это нужно так. Сначала спросить, число нечетное? Если вам отвечают «да», то пишешь единицу. Если вам отвечают «нет», пишешь 0. После этого сказать такую вещь. Если число нечетное, вычти из него единицу, если четное, то ничего не делай. И в любом из этих двух случаев поделить половину. Ну, знаете, такого говорится, да? Это постепенное выяснение цифр двоичной записи, начиная с крайней правой. Так вот, и теперь саму вопрос. Давайте зададим все вопросы. Когда вы информацию передаете по каналам связи, то возможны небольшие искажения. То есть, если искажение, что называется, стопроцентное, то, конечно, шансов узнать правду никаких. То есть, если я, скажем, буду пытаться отсюда докричаться до противоположного знания, то будет слышно только, что я тут что-то такое шепчу, и никто ничего не разберет. А вот представьте себе, что у вас есть канал связи, который, ну, я не знаю, 10% символов путает. Понимаете идею? То есть, есть небольшие помехи. В любом настоящем канале связи такие помехи, разумеется, есть. Даже, извините, внутри компьютера, когда передается информация, возможны вмешательства каких-нибудь там космических частиц, или что-нибудь чуть-чуть перегрелось, что-нибудь сбилось, наведенные итоги. В общем, ребят, любой человек, разрабатывающий систему связи, обязан задуматься на тему, а что будет, если произойдет небольшой сбой. И невозможно, чтобы система связи передавала бы информацию, что называется, без учета вот этой штуки. Обратите внимание, при этом ситуация бывает совершенно разная в смысле важности ошибок. Скажем, если вы передаете видеофайл, какую-нибудь фотографию, или какой-нибудь фильм, и произошла ошибка в одном битике, это важно или нет? Ну, на самом деле, смотря в каком. Если это бит, который описывает то, как надо обрабатывать этот файл, то этот битик может быть критичным, и машина потом ничего не поймет. Если же этот самый битик объясняет там оттенок серого цвета где-нибудь, то это просто вообще никто не заметит. Замечательно. Представьте себе, вы передаете по интернету, ну, я не знаю, там, телефонный номер. Не на телефонный номер. Значит, в интернете это называется, не телефонный номер, как там? IP-адрес это называется. Хотя без разницы. Вот. И в этом адресе произошла ошибка в один бит. Это финиш, да? Это значит, что уже не поймет. Таким образом, разная информация принципиально, по-разному должна передаваться, защищаться. Значит, нужны коды, которые, ну, в общем, для разных ситуаций разные коды. Обратите внимание, иногда нужны коды, которые умеют исправлять ошибку, а иногда нужны коды, которые умеют обнарушивать ошибку. Объясню разницу. Смотрите, вам передается какой-то интернет-пакет, и представьте себе, что вы сумели обнаружить, что в этом пакете есть ошибка. В абсолютном большинстве случаев это не страшно, потому что вы просто-напросто этот пакет игнорируете целиком. И что дальше происходит? А, собственно говоря, весь интернет так устроен. Информация делится на пакеты, и каждый из них отдельно идет. Между прочим, вовсе не обязательно по одному каналу. Он потому и интернет, что каждый пакетик сам выбирает, ну, там есть маршрутизаторы и все такое, сам выбирает себе путь. Соответственно, если один из них повредился или один из них вообще не дошел, это совершенно не трагедия, потому что просто компьютер, который принимает информацию, об этом сообщит, и этот пакет за оно передадут. Так? Замечательно. А теперь поймите, что это не вполне так. Дело в том, что, например, если вы по интернету не передаете, ну, я не знаю, какую-нибудь книжку, да, которую вы должны сначала всю передать, а потом пользователь ее будет читать. А если вы делаете следующее, если вы по интернету, ну, я не знаю, там, ведете трансляцию футбольного матча, ну, или не знаю, что вы там еще будете, да, смотрите, что происходит. Передался неправильный пакет, вы узнали, что он неправильный, а что будет, когда вы запросите его второй раз? Будет задержка. И с огромной вероятностью это уже неинтересно. Дело в том, что если у вас на экране должна прорисовываться картинка, то ошибка даже в одну секунду, только не думайте, пожалуйста, что ошибка возникает из-за того, что передается по проводам. Надеюсь, все понимают, что скорость света по сравнению и земными расстояниями, она огромная. Из-за чего возникает задержка? Обработка. Обработка, конечно. То есть этот пакет, он же не просто так, его надо еще понять, а вот надо, чтобы понять, при условии, что у компьютера есть много других личных дел, кроме вашего запроса. Ну, вот, ребят, представьте себе, что идет вещание из Останкина цифрового телевидения. Скажите, пожалуйста, можно ли требовать, чтобы пакет второй раз посылали? Почему это не я? Нет обратной связи. Совершенно верно. Потому что, если бы вы придумали цифровое телевидение, когда каждый телевизор имеет право спросить, что, что, я не раз слышал, там какой был серый или зеленый? Вот, это бы означало, что у вас каждый телевизор должен обладать антенной, которая направлена на Останкина. То есть сейчас у телевизора есть антенна, и он принимает информацию. А если бы у вас была попытка картинку исправлять, что называется, переспросив, да там не будет и переспрашивать, то нужно было бы чуть-чуть. Там почти вся картинка принялась правильно, а не дослышал вот здесь, здесь и здесь. Но если бы каждый телевизор спрашивал, то, во-первых, Останкина бы замучилась отвечать на вопросы. Понимаете, да? Если каждый спросил по битику, а в стране, там, не знаю, несколько миллионов этих телевизоров одновременно спросила, вот, а главное, это же каждый должен тогда вещать на Останкина. Понимаете? То есть получилось бы, что не просто центральное телевидение вещает на страну. Но и страна с такой же интенсивностью вещает на центральное телевидение. Ну, может быть, чуть меньше, хотя еще вопрос, если миллион человек по чуть-чуть, то еще вопрос, какой поток будет больше. Таким образом, бывают ситуации, когда важно, чтобы кот сам исправлял ошибки. А если он не умеет исправить ошибку, то уже все. То есть, бывают ситуации, когда нужно уметь обнаруживать ошибки. Вот, например, передается бухгалтерская документация. Тогда самое главное – уметь обнаружить ошибку. Потому что бухгалтерский документ не жалко передать и два раза, и три. Он совсем небольшой, обычно, ну, текстовый документ, он совсем обычный, небольшой по объему, но зато важно, чтобы не произошло ни одной ошибки. Да? И если программа будет сама править бухгалтерскую документацию, то это будет интересно. А с другой стороны, вот бывает ситуация, когда наоборот, нужно исправлять ошибки, а если не исправил, то, что называется, переспросить уже нельзя. Так вот, какой самый простой способ обнаруживать ошибки вы знаете? Обнаруживающие ошибки. Вы знаете, безусловно. Второй раз переспросите. Про любую информацию переспросите. Между прочим, это реально используемая вещь. Если вы набирали когда-нибудь при регистрации пароль, введите пароль, повторите пароль. Есть такой способ? Вот это и есть то, что вы сказали сейчас. И что будет, если не совпало? Значит, где-то. Значит, нет, секунду, что будет? Заново. Вас не будут просить третий раз ввести. Потому что введение пароля – дело настолько важное, что машине проще вообще считать, что здесь что-то произошло. И отбросим это. И заново вас пошлют это делать. Согласен, есть такой способ. Заставить. Кстати, он, между прочим, вовсе не всегда срабатывает. Потому что, смотрите, какая история. Вы ввели пароль, ввели пароль второй раз, а представьте себе, что сбой произошел оба раза в одном и том же месте. Один, два, два. Да. Да, например, кстати. Такое бывает. Такое бывает, потому что ошибки бывают систематические. Дело в том, что ошибка – это далеко не всегда космические лучи. Вам правильно сейчас сказали? Вдруг произошел сбой в раскладке клавиатуры. Поэтому даже повторное введение на самом деле вовсе еще не гарантирует. Но, с другой стороны, бесконечно надежных технических систем не бывает. Тут можно бороться за длину пароля, можно кроме пароля придумывать. Ну, в общем, вы знаете, что там придумывают. Система. Система РСА. Да, например, электронная подпись. Это тот, ну, понятно, надо. Вот много-много-много есть всего интересного и длинного. Но я сейчас говорю не об этом. Примитивный способ. Тот, который используется на каждом шагу в жизни. Отправить обратно? Нет. Более того, даже, извините, люди не используются. Вот здесь есть какая-то важная информация, и вам очень важно, чтобы, ну, я не знаю, вот там, у вас с него секретов-то никаких нет. Понимаете? Ну, ничего делать. Знаете пример, когда информация, что называется, когда люди хотят проверить, что информация не искажена? Хорошо. Что такое рутрекер или вообще файлообменные серверы, знаете? Отлично. Никогда не удивлялись такой штуки. Представьте себе, лежит на файлообменнике какой-нибудь фильм, не знаю, гигабайт, да? Замечательно. Вы его скачиваете. Скачивали, 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 скачивали. Решили выключить компьютер и пойти поспать. Включаете, и там есть такая опция проверить, правильно ли скачалось то, что вы уже скачали или нет. Знаете? Отлично. А вот интересный вопрос. А как это она делает? Ведь казалось бы, если у вас половина гигабайта скачалась, и машина решила проверить, тот ли это файл, дописывать, да? Она хочет для следующей половины гигабайта дописывать. Казалось бы, есть единственный способ проверить. Это взять, скачать. Второй раз, да? Только маленькая проблема. Скорее всего, когда вы второй раз скачаете половину гигабайта, вам опять захочется выключить компьютер и пойти пить свою чашку кофе. В какой смысл проверять, если можно заново скачать? Да, совершенно верно. И какой смысл проверять, если проверка сводится к тому, что заново скачать? Хэш-сума. Молодец. А что такое хэш-сума? По каким-то алгоритмам вычисляется число, которое сильно изменяется, даже если изменить один байт информации. Ну, на самом деле, не так важно, сильно оно изменяется или нет. Важно, что изменяется. Абсолютно верно. Все это знают? Нет, это не знаю. Значит, ребята, это на самом деле очень важный, очень-очень важный программистский прием. Если вы имеете дело с большим объемом информации, то для проверки его подлинности нет никакой необходимости его целиком читать. есть такой забавный, замечательный метод. Вы берете ваш гигабайтный файл и по какому-нибудь, если честно, не особо важно по какому, важно, что по достаточно хитрому алгоритму вы считываете от этого гигабайта какую-то математическую величину. Что при этом очень важно, чтобы, что называется, все битики участвовали бы каким-то образом в образовании этой математической величины. Почему это важно? Потому что, например, если в вашем файле будет бухгалтерская документация в какой-то момент, и там будут цифры, да? Там вы задолжали за свет 3 миллиона 959 тысяч рублей. Да? Замечательно. А вдруг произойдет сбой и получится не 3 миллиона, а в 394 миллиона, столько-то тысяч. Вот. Если вы, может быть, слышали, тут совсем недавно некий житель Франции получил от своей телефонной компании счет... На несколько долларов. Да? Слышали, да? Да. Вот. Что было, когда этот человек позвонил в эту свою телефонную компанию и сказал, что я тут получил счет на столько-то годовых бюджетов всей моей страны. Знаете, какой ответ был? Компьютер. Ничего не знаем. Ничего не знаем. Постарайтесь решить свои проблемы самостоятельно. Найдите в семейном бюджете деньги. Вот. Это был такой нормальный ответ служащий от телефонной компании. Там все-таки, что называется, удалось остановиться в рассмотрении этого вопроса повторного, да? Так вот, понимаете, очень важно, чтобы можно было по этой самой хэш-суме такие вещи определить. Поэтому важно, чтобы все бюджетики как-то участвовали бы. Лучше, если по какому-то крайне запутанному выражению, потому что если выражение будет простое, то легко можно будет, что называется, ручным образом подправлять файлы, не меняя хэш-суму. Важно, чтобы алгоритм образования хэш-сумы был бы настолько запутанный, чтобы нельзя было разобраться, как ее, так сказать, как изменить файл, не поменяв хэш-суму. Вот. А дальше, сколько бит по этой самой хэш-суме? То есть, вы можете разным подсчитывать, это в разные штуки. И сколько бит, это вопрос вкуса. Например, от гигабайтного файла ему, наверное, не жалко, если хэш-сума будет занимать мегабайт. Коль-нибудь для нормального человека достаточный, для программиста безусловно недостаточный, программиста все это, это отдельная наука, которую надо отдельно изучать. Вот. Ну, а для нормального человека... Глупости. Все легче. Возвести в квадрат, это, извини, еще мучиться. Сложить дядь по модулю. Конечно. Сложить дядь по модулю 2. Как называется это? Это настолько важно, что это просто есть специальное название. Это контроль черности. Вы, конечно, уже не застали перфокарту перфоленты. А вообще-то... Перфокарты, знаете? Да. Это такая картонная штучка, имеющая форму прямоугольника. Собственность с нее началась механическая обработка информации. Когда их изобрели? В 60-е годы какого века? В 19-го. То есть, на столе. Я думаю, что вы говорили про 60-е, 20-го, да? Нет, на самом деле перфокарты были изобретены в именно 19-м веке. И никаких компьютеров не было, а такая замечательная идея, как прорезы в дырочке определенным образом, буквы, цифры и так далее, отмечались вот, понятно, да? При помощи таких прорезей. И для того, чтобы проверить, что эти прорези, что называется разумные, была такая идея. А давайте-ка сделаем длинный черт. Понятный идея? Дальше. В магазине, может быть, видели, есть такой штрих-код. Ну, кассир прикладывает, считывает, так вот, у штрих-кода то же самое, там есть проверка. Не любое выражение может быть штрих-кодом, а обязательно проверяется делимость. Так вот, каким образом можно сделать хэш сумм от гигабайтного файла? Я предлагаю очень простой способ. Берете, ну, во-первых, его выписываете в виде нулей и единицы, выписываете. Подсчитываете общую четность, написая, а потом делаете так, по какому-нибудь более-менее случайному способу часть битиков вы берете и подсчитываете их четность. Ну, например, каждый пятый бит. Понимаете идею? Идея в том, что злоумышленник вряд ли догадается, что... И не обязательно умышленник, там тот самый космический луч, который вам порт эту информацию, не обязательно догадается, что вы берете именно каждый пятый бит. Понятно, да? Не обязательно каждый пятый, по какой-то более сложной системе. Конечно, он пишет не так делать. Можно, скажем, делать какие-то операции умножения. Так вот, оказывается, что, конечно, можно делать операцию умножения и все такое. Но даже если заниматься только операциями типа контроля четности, уже получается огромная, в высшей степени серьезная математическая наука, которая называется линейные коды. Линейные коды. Сегодня я хочу рассказать вам об одной из самых-самых первых задач, не задач, а конструкций, которые там есть, которые называется код Хемминга. У вас есть, во-первых, вся информация записывается только витиками, никаких там десятизначных цифр, ничего. Вся информация – это набор нулей и единиц. И контрольные суммы – это не то, что там записали двоичные числа, потом перемножили, потом взяли целую часть квадратного корня, потом там… Нет, ничего такого не допущено. А просто у вас есть набор нулей и единиц, каждый контрольный символ получается так. Некоторое количество из них вы, значит, берете и суммируете и по модулю два пишете. Все понятно? Мы резко себя ограничиваем. На самом деле выясняется, что, в общем, конструкция все равно достаточно богатая для того, чтобы и на практике было… А главное, понимаете, все эти операции умножения и так далее, за ними очень сложно следить, и они приведут к тому, что для одной информации будет одна ситуация, для другой – другая. А у линейности есть такая вот идея, когда вы берете какую-то такую линейную конструкцию, то она в каком-то все равномерная. Ну, сейчас увидим. То есть, ребят, наверное, проще будет все понять, если я конкретно расскажу, что это за коды. И дальше уже, кому интересно, будете в книжке Аршинова и Садовского «Коды и математика» читать другие примеры. Там огромное количество других интересных конструкций. Начну вот с чего. Если у нас имеется информация записанная в виде десяти бит, то есть, начинается с 0, 0, 0, 10 нулей и бывает вплоть до 1, 1, 1, когда 10 единиц. Сколько надо контрольных этих самых битиков добавить для того, чтобы код обнаруживал одну ошибку? Понимаете, пока не исправдал, пока обнаружил один битик. Какой? Сумма, по-моему, 2. То есть, в качестве одиннадцатого бита вы пишете единицу, если в предыдущем нечетное число единиц, и пишете 0, если в предыдущем четное число есть. Так? Обнаруживает одну ошибку. Кстати, заметьте, пожалуйста, что ошибка может быть и в контрольном бите тоже. Передали правильное сообщение, но ошиблись в контрольном бите. Что тогда произойдет? Вы обнаружили, что произошла ошибка, но на самом деле вы не будете знать, в каком бите. То есть, вам могут передать правильную информацию. Понятно, да? Да, еще. Все понимают, что может быть, что никакой ошибки и не произошло. То есть, не обязательно передача какой-то бит искажается. В огромном большинстве случаев, что будет передаваться ровно то, что передается. Ну, правда будет передаваться. Хорошо. Теперь сколько битиков надо добавить, чтобы исправлять одну ошибку? у нас есть 10 бит, которые мы передаем и еще x бит контроля. да. Все пишем, это очень важная оценка. Вот количество способов сделать одну ошибку, это 10 плюс x, но еще один плюс x. 10 плюс x плюс 1. Это не количество способов, а количество слов, которые такие. Это вот наше, что это правильное слово, а также то, в котором здесь неправильный символ или здесь, или здесь, или здесь. То есть, рядом с каждым словом есть еще 10 плюс x, полученных из него изменением одного бита. Понятно? Дальше. Ну вот. И варианты контрольного слова, которые мы можем передать у нас, 2 в степени x. Да. И что дальше? Вот. Поэтому, чтобы можно было однозначно произвести ошибку, необходимо, чтобы у нас 2 в степени x больше не равно вот этого. Ну, ребята, смотрите. Во-первых, Андрей прав. Во-вторых, я бы все-таки написал бы не так. Я бы написал такое неравенство. Оно, по сути, на самом деле, такой же, как Андрей написал. Но, смотрите, 10 плюс x, 2 в степени 10 плюс x, это общее количество вариантов наборов нулей и единиц длины 10 плюс x. Согласны? Да. Скажем, если x равно 5, то у вас получаются наборы длины 15 и их 2 в 15 степени, да? Так вот, если у вас код исправляет одну ошибку, то это реально что означает? Что когда у вас есть кодовое слово, ну, с добавленными контрольными символами, то когда оно вот в любом своем битике будет искажено, то надо представить себе такой юшка. Вот есть правильное слово, и от него, понимаете? Кстати, вы понимаете, что мы сейчас на самом деле занимаемся исследованием 10 плюс x мерного векторного пространства над полем из двух элементов? Или не понимаете? Не понимаете? Тогда нарисуем. Эта картинка вам понятна? Ну, точно не проблема. Это называется один бит. Бывает ноль, бывает один. Молодец. А вот эту картинку вы способны понять? Это называется двумерное векторное пространство над полем из двух элементов. Четыре точечки. Молодец. И что же вы не понимаете? Что же вы у меня, можете, не понимаете? Что? Нет, сейчас. Одинаковое. Это значит ноль, ноль, один. Да. Здесь третий символ будет везде. Ноль, один, один. Один, один. Один, ноль, один. Это вы понимаете? А каким образом набор из четырех нулей и единиц рисовать? Элементарно. Вы берете вот эту картинку. Вы берете все ее точки. Что с ними делаете? Сдвигаете на один и тот же вектор. Можно я не буду дорисовывать? Там перерисовываете. И вы получаете сколько точек уже? Не 8, а 16. А там приписанный лист впереди везде? Да, конечно. Или сзади, без разницы. А здесь те же самые цифрные. Да? Да. Вот здесь вот будет у нас один. А если 15? Элементарно. Точечка, из которой выходит 15 отрезочек. 15 векторов. И дальше поэтому строится 15-мерный куб. Соответственно, что такое изменение одного бита? Это сдвиг по ребру. Вот эти две записи, они отличаются на первом месте. Вот эти две записи отличаются на втором месте. Вот эти две записи отличаются на третьем месте. Переход по одному. Кстати, это метрическое пространство. То есть между двумя точками есть кратчайший путь. Что такое расстояние между двумя наборами из нулей и единиц? А очень просто. Количество мест для них не совпадает. Понятно? Что? Там, конечно, выполняется неразиство треугольника. То есть это вполне себе конечное метрическое пространство. Более того, оно в высшей степени важно. Потому что именно изучение упаковки шаров в этом метрическом пространстве, это как раз и есть теория кодов, исправляющих или обнаруживающих ошибки. Ведь что такое в этом метрическом пространстве шарик? Очень просто. Это берете точку, допустим, 15-мерная, да? И, скажем, все точки, которые от нее удалены на расстоянии не больше, чем 3. Это что такое? Очень просто. Это точка и все, до которых можно дойти, пройдя по 3 или меньшему количеству ребра. Соответственно, вот наше естественное представление о том, что сигнал не сильно исказился, то есть исказился в небольшом количестве мест. Означает, что вот в этом множестве расстояние в смысле кратчайшего маршрута по ребрам не очень большое. Понятно? Так, а теперь неравенство, которое я хотел сказать. Вот это, это общее количество точек. Когда вы здесь пишите любой набор, это 2 в 10 вариантов. И то, что сказал Андрей, 10 плюс х плюс 1. Поэтому, на самом деле, вот я бы так объяснял. Хотя, если вы взглянете, то обнаружите, что это неравенство в точности то, что он написал. Просто на 2 в 10 поделите в обе части. Ну, хорошо, да. Значит, вы написали правильно. Неравенство. Что дальше? Ну, из него сказали, что х больше на 4. Ну, давайте объясним, почему. Значит, если тройку подставим, то что у нас будет? В левой части будет 8, а в правой будет 14. Понятно? Да. Значит, если и решать задачу, то надо пытаться добавить сколько бит? 4. 4. 3 бита совершенно точно недостаточно. Но опять маленькая проблема. Для того, чтобы у нас сейчас был не балаган, а урок, я должен, просто я, извините по себе, знаю, я же когда-то тоже где-то мучил, я должен сейчас выписать все эти слова. Надеяться, что до перемены я успею написать 2 в 10 слов нереально. Поэтому мы сейчас с вами должны... Что? Плюс один, потому что информация может вообще не исказиться. 10 плюс х это количество мест, на этом исказилось, на этом, на этом, на этом. И еще есть вариант, когда ничего не исказилось. Так вот, ребята, значит, выписать 2 в 10 вариантов нереально сейчас на наш урок. А вот выписать 16 вариантов абсолютно реально. А главное, что конструкция, которая при этом получена, что называется, будет очевидна, что она один к одному переносится на общий случай. Поэтому из чисто педагогических соображений мы сейчас прекращаем загадывать числа от 0 до 1023 и начинаем загадывать числа от 0 до 15. Я выписал 7 бит. Для определенности. Вот это будет называться 1 бит, 2, 3, 4. А вот это контрольные битики. 5, 6 и 7. Так вот, надо сейчас написать какую-то систему соотношений. Почему я добавил 3 контрольных бита? А помните неравенство, которое Андрей писал? 4. 4. А теперь скажите, пожалуйста, 2 в третьей больше или равно, чем 4 плюс 3 плюс 1. Это неравенство, верно? Замечательно. А вот если здесь написать двойку? Неверно. Поэтому обойтись меньше, чем тремя битиками я не мог. Поняли? Замечательно. Обратите, кстати, внимание, здесь не только больше и равно, здесь равно. Поэтому сейчас конструкция у меня будет совершенно потрясающая. Она должна тютелька в тютельку посетить. То есть я должен семимерный куб разбить на 16 сфер с центром шариков. Оказывается, что семимерный куб удается разбить на 16 таких штучек. И расскажу, как это делается. Конструкция, на самом деле, замечательная. Берем и пишем не х первое, а х ноль ноль первое. Давайте сделаем так. Вместо х первого будем писать х ноль ноль первое. Вместо х второго что? Х ноль один ноль. Вместо х третьего ноль один один. Вместо х четвертого один ноль ноль. Вместо х пятого что будет? Один ноль один. Вместо х шестого? Один один ноль. Один один ноль. И, наконец, вместо х седьмого х один 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 один. Пожалуйста, запишите себе. Вот это очень важная штука. Потому что соотношение Хемминга у нас будет три. И эти соотношения мгновенно выписываются, как только наши любимые иксы вы записали таким образом. Значит, посмотрите. Что за три соотношения Хемминга? Я сейчас выпишу те иксы, когда имеется единичка в крайнем правом разряде. Это вот что такое на самом деле. Это х первое, х третье, х пятое и х седьмое. Я он не компьютер, поэтому мне все-таки удобнее писать быстрее 1, 3, 5, 7. Так вот, это должно быть ноль, по-моему, или два. Второе соотношение. Там, где единичка в среднем разряде, это х второе, х третье, х шестое и х седьмое. х второе, х третье, х шестое и х седьмое. Ну, и вы же догадались. Третье соотношение Хемминга какое? Последнее 4. Последнее 4. Это 4, 5, 6 и 7. У них единичка в старшем разряде. Пишу х четвертое, х пятое, х шестое и х седьмое. Тоже сумма должна быть четная. Вот вам три соотношения. Обычно, если у вас есть система из трех уравнений, со семью неизвестными, то 4 из них являются свободными. То есть, им можно придавать, понимаете, свободное неизвестное и неизвестное выраженное через свободное. Вам все понятно? В данном случае Х1, Х2, Х3, Х4 могут принимать любые значения. И по этим значениям мы, благодаря вот этой системе, должны вычислить значения Х5, Х6 и Х7. Хотя, когда первый раз смотришь, не особо понятно, как это делать. Смотрите, а здесь у нас и пятое, и седьмое. В этом и шестое, и седьмое. И в этом тоже самое. Пятое, шестое, и седьмое. Так что вообще, собственно, это еще и задача. Надо решить эту систему. Ну, слава Богу, в данном случае это легко. Смотрите, и просто-напросто складываете вот эти два соотношения. Сумма двух чертов чисел чертная, согласны? Значит, получается Х2, Х3, Х4 и Х5 в сумме. Что должны дать? Ноль. Ноль. Х2 и Х3, это вот отсюда. Х4 и Х5. Х4 и Х5, это должно делиться на два. Другими словами, Х5 получается как Х2 плюс Х3 плюс Х4. Сравнение, разумеется, все время по модуле 2, да? Таким образом, второй, третий и четвертый битик я должен сложить. В битик я прохожу. Второй, третий и четвертый, да? Это последние три. Складываю, пишу ноль. На первый не смотрю. Складываю, пишу один. Складываю, пишу. Складываю, пишу. Все понимают? Это можно. Ну, в смысле, для того, чтобы вам разобраться, это нужно руками один раз в жизни сделать. Все? Итак, Х5 у меня выражено. А теперь простой способ. Сюда подставляем Х5 и благодаря этому удастся найти Х7. Согласны? Х1, Х3 пишу. Х1 плюс Х3. Так, вместо Х5 пишу Х2, Х3 и Х4. Так, и плюс Х7, да? И плюс Х7 это должен быть ноль. Отлично. Третья и третья. Так, сумма Х3 и Х3 это что такое? Ноль, конечно. Ноль, конечно. Потому что нас волнует только чертность. Значит, получается, что Х7 это то же самое, что Х1 плюс Х2 плюс Х4. Значит, надо пройтись, не глядя при этом на третий битик. Так, здесь будет у нас ноль. Х7, да, спасибо. Спасибо, что вы меня поправили, потому что иначе бы я ошибся. Так, не глядя на третий битик, да? Здесь будет один, не глядя на третий битик, это будет ноль. Здесь будет один, здесь будет один, не глядя на третий бит будет ноль, не глядя на третий бит будет один, не глядя на третий бит будет ноль. Здесь у нас будет 1, здесь у нас будет 0, здесь у нас будет 1, здесь у нас будет 0, здесь будет 0, здесь будет 1. Так, ребята, это надо просто без ошибки. Отлично. Х7 нашел. Ну, теперь понятно, что ровно так же надо найти х6, вот сюда подставив вместо х7, 1, 2, 4. Можно я прямо сюда включу? Значит, х7 это х1 плюс х2 плюс х4. Смотрим, х2 уничтожилось. Ребята, х6 это сумма х1, х3 и х4. Х6 это х1 плюс х3 плюс х4. Значит, надо пройтись, не глядя на второй битик. Очень хорошо. Не глядя на второй битик, не глядя на второй, но глядя на 4, это будет 1. Не глядя на второй, это будет 1. Не глядя на второй, это будет 0. Не глядя на... Так, я не знаю, как, понятно или нет. Не глядя на второй бит, это будет 1. здесь будет ноль, здесь будет единица, здесь будет ноль, здесь будет ноль и здесь будет единица. Отлично! В этой сути мы есть все шестнадцать кодовых слов кода Хемминга. Теперь вопрос. Исправляет ли этот код одну ошибку или не исправляет? Давайте подумаем, как разобраться с этим. По-честному не смотрите на таблицу. Совсем произвольный набор из нулей и единиц длины семьи. Вы у нас спятившие в сеть передачи информации. Отлично! Тщательно анализируем. Ну и наконец. Ребята, смотрите, что у нас произошло. Я очень надеюсь, что девушки действительно не смотрели. У нас есть пять кодовых слов. Я думаю, что если мы с ними разберемся, то со всеми остальными разберемся. И надо, вот представьте себе, мы получили такое, надо понять, была ошибка или нет. И надо понять, собственно говоря, если была ошибка, то где? Ну давайте просто будем проверять вот эти. Конечно! Молодец! Разумеется, нужно взять и для этих слов вычислить наши три, ну как это назвать? Какой сумма? Как сумма? Это три суммы, да? Наши три – контрольная суммы. Господа, мне неудобно. А нет, удобно! Удобно, чего тут? Чего тут неудобно так? Один, три, пять, семь. Один, три, пять, семь. Это что? Один. Это один. Это один. Всё. Нет, может и всё. Мне нужно до конца дойти. Один, три, пять, семь. 7 это будет 0 1 3 5 7 это будет что это будет 0 1 3 5 7 будет 1 1 3 5 7 это будет отлично ну что считаю вторую нет нет 1 3 спасибо 2 3 6 7 2 и 6 7 это что 2 3 6 7 2 3 6 7 2 3 6 7 2 3 6 7 3 контрольная сумма 4 5 6 7 4 8 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 9 8 8 8 9 9 9 9 9ut 10 9 10 9 9 10 9 10 10 9 9 9 10 10 собственно присутствует табличка почему? а, написала даже две даже две угадали не смотрите, да? вообще не смотрите вот вы верите Алисе? правда, правда она как раз ошиблась ладно, ладно давайте сделаем так давайте сделаем так давайте мы посмотрим, например ребята, если взять и где-нибудь изменить давайте посчитаем вероятность да ладно так, ребята, давайте я изменю слово ладно? скажите мне, пожалуйста что тогда будет один, три, пять, семь не изменится так, а вот эти два я уже забыл последнее будет точно единица и последнее будет тоже единица а это какие-то два, три шесть, семь да, тоже единица почему? потому что считать ну там два, три, шесть, семь замечательно, ребята у нас имеется один случай когда слово что-то правильное да, кодовое кстати, оно где-нибудь есть там еще у нас? да, 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 есть седьмое вот это, да? это седьмое слово это седьмое слово а это слово какое? почему первое? то шестое значит то есть это шестое ошибки ребята как понять исправляет код ошибки или нет? на самом деле ответ способ очень простой наименьшее из расстояния между кодовыми словами это наименьшее количество единичек которое присутствует в строчке объясняю у нас же код линейный поэтому если есть некоторое некоторое кодовое слово и есть другое кодовое слово то вы можете взять их сумму а сумма по модулю 2 как берется? там где были единички получается ноль там где были нули получается ноль а единички где возникают? там где они отличаются поэтому на самом деле наименьшее из расстояний между кодовыми словами это то же самое что наименьшее количество единиц в строчке теперь вопрос для кода Хемминга наименьшее количество единиц какое? сейчас не правда на самом деле две единицы не бывает посмотрите внимание есть здесь точка в которой две единицы? да нет наименьшее количество единиц какое? три давайте это обсудим как говорят психиатры давайте поговорим на эту тему не хотите обсудить? дело в том что так же будет и в общем случае кстати в общем случае всем понятно что здесь будет количество битиков не семь а пятнадцать понимаете да? тридцать один да? и так далее и сколько будет контрольных битиков если тридцать один? пять пять а если шестьдесят три шесть кстати заметьте пожалуйста чем больше тем что называется эффективнее и он по прежнему исправляет одну ошибку то есть да? вы правы действительно если у вас уже шестьдесят три бита то желательно чтобы исправлялась не одна ошибка а побольше да? то есть всегда в теории кодирования есть такая проблема что вы конечно можете исправить одну ошибку но при этом за счет большого количества бит да? а ну когда много бит уже надо исправлять не одну ошибку а там две понимаете? ну так всегда в жизни не бывает ничего идеального повторяю вопрос почему код хейминга исправляет одну ошибку? другими словами почему не бывает что в строчке только две единицы или только одна единица? ребят ну смотрите если первые вот эти нули вам понятно что следующий будет нули? да а кстати почему? ну потому что это сумма нет здесь мы решили систему а в общем то случае непонятно как она там будет будет ли она вообще решаться? нет в любом случае почему? почему? мы что-то будем сказать а почему да? сейчас а почему эта система уравнений независимая? сейчас я все время говорил выделяя роль первых четырех на самом деле гораздо понятнее если не выделять роль этих первых четырех семь смотрите представьте себе что у нас выписаны пятнадцать битиков на них наложены четыре соотношения понимаете какие соотношения да? наложены в каждое соотношение входит у вас в данном случае четыре а там будет входить восемь неизвестных так вот почему эти уравнения являются независимыми? то есть из них из них нельзя повезти ни одной из них не является суммой нескольких других если честно это очевидно просто боюсь что у вас недостаточно практика работать с лениными уравнениями чтобы вы это понимали почему кодовое стояние кода Хемминга смотрите что здесь по сути написано у вас есть иксы надо представить себе что эти иксы расположены в виде такого кубика представьте вот эти вот иксы расположены в виде кубика кроме вершины ноль 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 все остальные присутствуют правильно? да замечательно и что у нас написано вот здесь вот грань согласны? вот замечательно а теперь вопрос можно ли двум из иксов придать единичные значения или одному еще лучше можно ли один из иксов сделать равным единичку остальные нулями чтобы при этом все соотношения Хемминга выполнялись бы нет конечно потому что для любой вершины есть грань проходящая ровно через нее так? вот замечательно а можно ли две вершины ответ такой для двух вершин всегда можно провести грань через одну из них не проходящую через другую а в общем случае то же самое а в общем случае у нас есть там камерный кук и наши неизвестные это стоят в его вершинках кроме вершины ноль 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 если вы одну из этих неизвестных делаете равные единички а все остальные нули то тогда грань проходящая через нее даст вам ошибку или когда у вас есть две штуки вы можете через одну провести грань не проходящую через другую это общая конструкция а если три а вот если три то ничего такого не бывает потому что вот вам пример в общем случае это в общем случае и в общем случае кодовое расстояние будет равно трем кодовое расстояние будет равно трем для того чтобы вам стало понять что система независимая система независимая потому что если вы знаете в некотором числе несколько битиков то это не позволяет вам узнать другой битик когда что такое несколько этих уравнений это вы вот у нас есть скажем здесь три битика вы выбираете несколько из них и складываете и вас интересует можно ли таким образом получить такое же уравнение записанное по другому биту ответ нет конечно потому что знание на нескольких бит числа не позволяет узнать нам другой бит если бы вы поняли то тогда вопросов бы сейчас не было стоит сейчас вопрос почему уравнения которые почему соотношения хейминга являются линейно независимы так представьте себе что нам удалось бы одно из соотношений хейминга получить в качестве суммы нескольких других во первых вы понимаете что когда у вас есть система по модулю 2 то возможность умножить на три с половиной то есть вы уравнение либо берете целиком либо не берете по модулю 2 умножить на 17 это то же самое что умножить на 1 на три с половиной вообще не бывает представьте себе что у вас здесь вот не обзятой длины 3 а большей длины что такое взять несколько из соотношений хейминга это значит зафиксировать несколько бит и соответствующую уравнение сложить и вопрос такой можно ли такой из такой из такой штуки получить вот так соотношение хейминга взятые по другому биту ответ конечно нет они на то и независимые мне кажется это настолько очевидно вы зафиксировали какие-то биты и что дальше и написали соответствующие соотношения хейминга и сложили в каждое соотношение хейминга входит половина неизвестного больше половины у нас получившееся такое соотношение оно будет состоять из тех у которых нечетное число единичек в выбранных местах совершенно верно так вот нечетное количество единичек в выбранных местах это не то же самое что единичка в каком-то другом бите совершенно верно вот и все невозможно зафиксировав несколько бит или зафиксировав тем более их количество нечетно невозможно определить другой бит они независимые эти признаки все и так далее и докажем что никакой из этих уровней не является линейной комбинацией остальных так как у нас здесь все по модулю 2 то линейная комбинация просто сумма надо выбрать несколько из уровней и сложить и при этом не получится какое то другое действительно в каком случае у нас может получиться другое уравнение если сейчас во первых какие при этом получатся иксы у нас ну пусть мы выбрали уравнение с номерами а1, а2 это номер агритиков мы выбрали вот такие уравнения и сложили вот и значит мы сложили все иксы у которых на месте номер а1 стоит единичка да а также к этому прибавили все иксы у которых на месте номер а2 стоит единичка и так далее вот этот текст например если мы выбрали первые 3 на месте а это то же самое что его нету ну это да но причем здесь что единички стоят на каких местах я не понимаю этого простите пожалуйста алиса вы понимаете что я был неправ когда написал вот эту строчку это была моя педагогическая ошибка надо было нарисовать кубик из этих самых иксов нет нет я понимаю что когда мы сказали два раза то он что я в прошлом ничего я не понимаю что там ничего я не понимаю простите я под последнюю мысль сказали а не легче просто сказать что у нас в каждом уравнении есть какой-то член который не встречается на других в каждом уравнении есть член который не встречается ни в одном из других да конечно это когда икс 0 0 0 0 1 0 0 0 0 если чего-то нигде нет то это понятно это понятно это понятно ничего вы смотри будете не математиком а адвокатом потому что математика без разницы как доказывать у тебя адвокат должен быть так сказать убедительно убедительно вот ладно да первый открыл тот кто открыл убедительно ребят теперь вопрос а ради чего я просил написать вот это догадаетесь это номер написано наперед ой не то что это давайте посмотрим так берем и исправляем в данном случае четвертый первый 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 ребят я писал неправильном порядке то есть молодец у меня же было первое это второе это третье да 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 действительно я писал неправильном порядке я просто я я очень я очень сейчас сейчас 0 0 0 1 так 1 1 0 и да здесь все нормально так здесь надо брать первый бит это вот этот будет 0 0 1 1 0 0 1 есть такое 0 0 1 1 1 есть есть такая есть такая буква так кто это у нас писал это Даша оказывается что Даша хотела донести до нас вот это сообщение но при этом ошиблась вот в этом символе отлично отлично смотрим здесь смотрим здесь это шестой битик вот этот шестой битик надо исправить на единичку 0 0 1 0 ля 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 0 0 1 0 есть такая есть такая так это кто писал Настя это вы написали а это я написал Настя Настя написала правильно а я потом это чуть-чуть изменил хорошо иначе неинтересно да иначе неинтересно ну да это Алиса это просто неинтересно так это седьмой бит надо изменить есть 1 1 1 и все остальные бит вот отлично и это называется 5 битик надо изменить вот этот 5 битик 1 1 0 0 у нас есть так доказательства остальные читать нет разговора не о том разговора не о том ребята если вы это не понимаете значит вы не поняли конструкцию что надо довести до состояния когда для вас это станет точнее х 1 у нас встречается в этом уровне и не встречается в этих х 2 у нас встречается в этом уровне и не встречается в этих значит если мы исправили какое то там с нуля на единичку или с единичкой на ноль то это исправление повлияет только на те и только те уравнения в которых встречается наш х а список этих уравнений это и есть как раз номер это и наше неизвестное да то есть 0 1 1 означает что вот это неизвестное у нас не встречается в этом уровне и встречается в этих ну значит если мы ее поменяем то у нас изменят свою истинность то есть здесь будет 0 1 1 по-моему 2 а это и задает номер это неизвестное еще раз повторите на всякий случай я боюсь чтобы все таки понял это важно вот есть какой-то x с таким номером вот 1 0 1 он встречается здесь единица значит он встречается в этом уровне здесь 0 значит он не встречается в этом уровне здесь 1 значит он встречается вот и значит если мы изменим этот x то в тех уравне те уравнения в которых он встречается перестанут быть истинными те и только те и дадут нам те самые и а теперь вопрос какое наименьшее количество единиц в расширенном коди хэмминга и и и и словами 4, то надо чтобы слова были разные. 4. 4. А почему 3 не бывает? Потому что 3 не было. Потому что 3 нечетное число. Потрясающим образом. Ребята, заметьте, мы добавляем всего 1 бит. Мы добавляем всего 1 бит. Даже если код Хемминга будет изменить длину 63. Смотрите, 63 бита. Там соотношение, мы сегодня обсуждали, 6 штук. Это код, исправляющий одну ошибку. Добавляем еще 1 бит. Но согласитесь, что это совсем немного. И получаем код, который не умеет исправлять 2 ошибки. Но он умеет обнаруживать 2 ошибки. Потому что от точки, когда вы сдвигаетесь на 2 символа, да, вы берете какое-то слово, случайно из нулей единиц, полученное. Это, в принципе же, как возможно, что произошел грандиозный сбой в системе. И может быть, там, не знаю, передавали вам набор всех единиц, а вы услышали, как набор всех нулей. Такое бывает. Ну, что называется, тут ничего не поможет. Вот. А система, она должна надеяться на то, что ошибок произошло мало. Ну да. Поэтому мы пытаемся подправить как можно меньшее количество битиков. Почему это 2 бита будет исправлять? Нет, исправлять не будет. Она не будет исправлять 2 ошибки, она будет обнаруживать. Хорошо. То есть невозможно, сделав 2 ошибки, остаться незамеченным. Что возможно сделать 3 ошибки и остаться не замеченным? Да. Возможность, сделав 3 ошибки. Агуменов. Берем там третий код. Три единички и заменяем номерей. Где? Вот эти есть? Да. Ничего. И вас взяли с полички? Нет, не взяли, потому что нам кажется, что это нулевой вход. Слышите, что оно любое? Представьте себе, исправили вот эти три единички, в результате услышали 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ну и подумали, что произошел сбой в последнем бите. А, кстати, какое это определение? Произошел сбой в последнем бите или это может... А, нет. Будем считать, что такое изменение. Будем считать, что такое изменение. Да, это происходит. Контроль четкости. Складываем в симпром. Теперь предположим, что в системе произошел... Ну, при передаче информации у нас изменилось не более двух символов. Тогда заметим такую вещь, что если изменилось меньше двух символов, то мы сможем не только это заметить, но и исправить. Ну, или заметить, что у нас ничего не изменилось. А если изменилось два символа, то хотя мы это исправить не сможем, но зато мы сможем это заметить. Как мы это сделаем? То есть код исправляет одну ошибку, это код Хемминга. А расширенный код Хемминга исправляет одну ошибку и обнаруживает две. Отправить одну ошибку, давайте сначала поговорим. Смотрим на первые семь символов. Если первые семь символов у нас это корректный код Хемминга, то есть для него выполняются три соотношения, значит произошел из двух последних символов. Таким образом мы можем отправить ошибку в последних символов. Ну, в смысле, если еще при этом сумма у нас нечетная получается, ну, значит, последние символы мы собрали. Если у нас сумма получилась нечетной, но при этом код Хемминга некорректный, значит, в нем в самом он произошла ошибка, и мы уже умеем исправлять. А еще бывает такая ситуация, когда у нас, ну, то есть как бы в любом случае, у нас количество ошибок будет, четность количества ошибок будет совпадать с четностью суммы всех символов. Ну, потому что изначально она была четной, но мы сделали какое-то количество ошибок, значит, четность изменилась так же, как четность этих ошибок. Значит, если у нас четность поменялась, значит, 100% сделана одна ошибка. Ну, да, если четность поменялась. А если четность не поменялась, то нужно просто проверить, правильный ли вот этот код Хемминга. Если правильно, значит, все хорошо, у нас ничего не изменилось. А если неправильно, то значит, что у вас произошло две ошибки. Ну, значит, мы обнаружили, что у вас произошло две ошибки. Ну, значит, все хорошо. Спасибо. 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 Спасибо.